С вами священник Константин Мальцев и это группа в Одноклассниках Батюшка Онлайн Как вы знаете, я выхожу на трансляции по субботам в 9 вечера Всех рад вас видеть Как обычно, буду отвечать не торопясь, останавливаясь на каждом вопросе Если где-то не дошел до вашего вопроса и трансляция закончилась Не расстраивайтесь, пишите в личку У нас есть масса сегодня возможностей, что Батюшка тот или иной ответил У нас много Батюшек хороших, плохих не бывает Но каждый может оступиться Ну, давайте начнем отвечать на вопросы Всех еще раз приветствую, с вами священник Константин Мальцев Так Сейчас я вижу, не вижу, честно говоря Будьте добры О, все, вижу, что пишут Все Я не нажал, к сожалению, еще комментарии Вот сейчас уже они начинаются Здравствуйте, здравствуйте С вашего позволения Я включу свой альбом Который мне очень нравится Здравствуйте Татуировки, грех ли это? Да, это грех И Об этом я В ближайшее время Сниму Сниму видео на свой Ютуб канал Потому что это один из самых Задаваемых вопросов Об этом мы можем еще в Ветхом Завете Прочитать, где Господь говорит Что не изображайте на себе ради умыша То есть уже пророки о Христе Никакого изображения себе не повреждайте тело своего Это в книге Левит написано Потому что я Бог ваш То есть Господь еще в Ветхом Завете Скажем так, запретил всякого рода шрамирования и татуировки Как один из современных богословов Высказался, что мне страшно Что завтра Когда наступит завтра Я увижу всех бабушек с татуировками Ну тенденция не самая лучшая Но я думаю благоразумие все равно восторжествует Ну давайте немножко живи начну отвечать Я с Краснодарского края Есть Катимашевская епархия Станица Ленинградская Здравствуйте, я на ночь снимаю крестик Плохо? Это плохо? Неуютно спиться? Крестик снимать не нужно Это видимая защита от враг видимых и невидимых И наша любовь ко Господу Тут нету такого практического момента Если вам конкретно какой-то крестик неудобен Металлический, значит деревянный, кожаный Лишь бы с вами на вашем теле Еще раз благодарю, что кто посмотрел экскурсию по храму Это кратенькая экскурсия Потому что масса чего можно было показать Чем поделиться, чтобы найти Далее Пишите ваши вопросы Я постараюсь, чтобы эфир наш был не длительный Что вы думаете о конце света? Десятого Сейчас, прошу прощения Двенадцать, десять, семнадцать На самом деле Конец света, я думаю, будет тогда Когда полнейшее нравственное падение будет И многие Когда это еще отодвинет Эти времена Можно ли через интернет Практика Что некоторые посредством интернета Требы И жертвуют там онлайн кошелек На монастыре В Альянском кофессе К протестату Я часто о туэтуровках Рассказываю о Сирии Копской церкви Там, чтобы с них не сорвали кресты Они Потому что там, вы знаете Сильное разница мусульманства Помогли достойно готовиться Потому что Не всегда я вижу Все ли хорошо Я Смелости Мне кажется Какие-то у нас сбои с эфиром Все ли Вот Вроде как бы Эфир наш стабилизировался Были сбои Вот К сожалению Какие-то сбои были Обычно Их не бывает Так Как у вас дела Все слава Богу Так Читаем дальше Батюшка Был венчан Недавно Женился И развелся Слава Слава Великому Богу Нашему Сынука Родился Долго молилась Мне Послал Никогда Не гулял Был уверен В личном Так Интернет Все Здорово Так Лично Так Вопрос Следующий При разговоре С батюшкой Не в храме А лично Можно ли Считать Что это Таинство Исподи Если да То почему Некоторые Формы Известны Трем лицам Давайте скажем Что частная Беседа с батюшкой Исподи Это разные вещи Таинство Исподи Это таинство Исподи Господь Священник Дает клятву Неразглашение Исповеди Это страшный Для него Грех Только в одном В случае Он может Разгласить Если Кто-то Кого-то Допустим Хочет Убить Ну Это крайне Совсем Меры Чтобы Сохранить Жизнь И душу Людям Но Больше Никаких Случаях Таинство Исповеди Не разглашается А частная Беседа Это не Исповедь На исповеди Вы каетесь Богу Пресвидетели Священники А со священником Вы беседуете Можете Как бы Можно выразиться Излить душу Но Это не Исповедь А Третьим Лицам Это Момент Совести Как Узнается Это Или нет Добрый вечер Как вы Относитесь К книгам Откровения Ангела Хранителя Честно говоря Не читал Не могу Про комментиру Сделал Тату По подоле Воду Я уже ответил На сбор Если был сбой То тут За Бога Нельзя решать Вам нужно В этом Каяться И Принести Достойки Плоды Добродетельные Батюшка Я работаю На кладбище Мы снимаем Старые памятники И ставим Новые Можно так делать Но это Как бы Потреба людей Другое дело Что если Там Есть кресты Памятник С крестами То вот тут Уже надо Подумать Куда Это Девать Чтобы Не было Какого-то Богохульства Попирания Святыни Если Какой-то Вопрос Не ответил Пожалуйста Продублируйте Чтобы я Ответил Скажите Пожалуйста А кори Грех Да Конечно Это Провреждение Нашего Тела Которым Нам Здоровым За ним Нужно Ухаживать Так же Как и За душой В первую очередь Барюшка Как избавиться От мысли О смерти Читать Акафель Слава Богу За все И благодарить Потому что Мысли о смерти Происходят От уныния Уныние Это смерть И грех От гордыни Нашей Происходит Поэтому Надо Больше Благодарить И искать Делать Добродетелей Так А в личном Не получается Недавно Женился А в личном Не получается Просто Они полностью Дописаны Вопс А в личном Не везет Открыл Как быть Я бы Поехал Вам Читать Молитву Петру Еферонии Я думаю Господь Даст Вам Достойную Супругу Так Сейчас Секунду Скажите По Неведению Похоронила Маму По православным Обрядам Перед смертью Маму Собора Исповедовали Глухой Исповедь Ведь она Была В коме После Уз Уз Знала Что мама И вся Ее Семья Сейчас Открою Полностью Была Так Семья Была Старообрядцем Но она Не афишировала Это И скрывала От меня Что делать Ну Если бы Не было Промысла Божем Для этого То Вы бы И не Отпели А то Что скрывала Но это Уже Ее Грех Как Вы Относитесь К отчеткам Отношусь Очень осторожно Тут Должен Духовник Курировать Этот вопрос Потому что Иногда Очень опасные Вещи Происходят Надо Некоторые Путают Психологически Больного Человека С душевно Больным Человеком А здравствуйте Можно ли Добавлять Цветую Воду Приготовлении Пить Спасибо Ну Лучше Ее Пить Скажем Омываться Пить Что Капля моря Свечает Скажем Так А потом Посуду Будет мыть Это В канализацию Все Будет Течь Так Видите Либо Что Души Спустя Год Или Века Могут Переводиться И снова Встретиться Переводиться Но Рекорнация Если вы имеете Ввиду Рекорнацию То В православии Рекорнацию Не признается А Увидеться По Нашей Смерти Мы Конечно Можем И Увидеться На Втором Когда Будет Второе Пришествие Христа Ну В принципе Тут За Бога Не ответишь Господь Может Управить И по Другому Я видел Ангелов Ну Очень Осторожно Потому Что И бесы В виде Ангелов Приходят Моря Ребенок Сняла Крестик И Больше Не Хочет Носить Своим Личным Примером Нужно Показывать Объяснить Что Такое Крестик Но Опять Сколько Ребенку Лет Можно Даже Интересные Мультики Показать И Донести До Ребеночка Вы На Ютубе Есть Православный Канал Боголюб Священник Константин Мальцев Так Дальше Сколько Места Осталось В раю И в аду Ведь Люди Умирали Со дня Их Изгнания Ну Опять Мы Рассуждаем Материальным Разумом Скажем Так Что Вот Земля Может Местить Такое Количество Или Нет А И Время У нас Ограниченное Скажем Так Земное А После Нашей Дай Бог Мирной Кончины Уже Вечность И Пределов Немерено Если Господь Одним Словом Все Создал Видимо Невидимо То Естественно И В Невидимом Гораздо Больше Пространства Возьмите Хотя Астрономия Все Научные Дети Все Больше Находят Планет Открывают По мере Технического Прогресса Но Если Мы До сих Пор Многое Чего Не Открыли В Небе То Космосе То Естественно Бога Безграничные Возможности Хочу Брось Курить Не Получается Обратиться За Помощью Обычно Молятся Икони Матери На Неупиваемая Чаша Добрый Вечер Почему Почему Такое Ощущение Что Прожила Я Уже Лет 200 И Так Устала Душа От Чего Это Скорее Все Это И Переутомляем Физичка И В первую Очередь Пустота Душевная Нужно Все Таки Заняться Душою Исповедоваться Молиться И Тогда Будет Радость И Успокоение Так Секундочку Так Дальше Есть Лет Загробная Жизнь Безусловно Есть И об этом Свидетельность Как Святые Отцы Так И Многие Люди Испытавшись Клиническую Смерть Христос Бог Или Нет Безусловно Понимаете Вот Это Хороший Вопрос По сути Христос Господь Или Нет Для Верующего Человека Это Безусловно Ответ Что Он Сын Божий А Для Допустим Иноверцев Там Мусульмане Там Свидетелей Гов Которым Нужно Доказать Что Он Бог Ну А Хотя Б Возьмите За Что Распяли Христа Когда Пилат Просил В чем Вы Обличаете То И Ответили Ему Что Он Называет Себя Сыном Божьим То есть Иудеи За это Его И Распяли За то Что Он Называл Себя Сыном Божьем То есть Вот Вам Мотивация Скажем Так На тот Момент Этого Общества Религиозного Поэтому Естественно Он Сын Божий Я В отце Отец Вом Не Кто Видел Меня Тот Видел И Отца Дальше Доброе Время Суток Вы Относитесь К Последователям Пример Честно говоря Никак Не Тошусь Освященник Русской Православной Церкви В плане Религиозного Сочувствую Что Они Еще Не Православные На самом деле Прогресс Процесс Умирания Начинается С момента Рождения Человека По факту Мы Не Живем Мы Умираем Смерть В нас Действует На протяжении Всего Нашего Пути Умирая Человек Освобождается Ну Скажем Так У меня Вообще Понятия Смерти У нас Есть Успение Мы Проживаем Эту Жизнь Скажем Так Господь Нам Дает Шанс Чтобы Мы Прожили Так Чтобы Обрели Жизнь Вечную И Мы Умираем В принципе Не Телесно А можем Умереть Душе Напашу Тело Это Временный Биологический Ресурс Давайте Дальше Батюшка Можно Лечь При чтении Лития Мирского Просить Всех Усов Шутков Или Обязательно По И Я Не Знаю И Конкретных Назвали Своих Сродников По Своих Своих Христиан Вполне Приемлемо Правда Лишь Что Ева Виляется Второй Женой Адама Нет Не Правда Священное Писание Нам Конкретно Говорит Что Господь Создал Еву Из Ребра Адама Она Была Первой И Последней Его Женой Но Вообще Надо Немножко Разделить Ветхозаветное Восприятие Человека Еще Особенно До Заповеди Данной Моисею Многоженство Скажем Современным Заком Это Было Нормой И Девочки Даже Сегодняшнее Взять Да хоть Цыган Да хоть Сирию Там 14 лет Детородный Возраст Уже Замуж Отдают Поэтому Тут Есть Определенная Специфика И Времени И Географии С праздником Приводит Сергей Рай Спасибо Господи Благодарю Алена Вас Тоже Благодарю Батюшка Бог Благословит Батюшка Скажите Пожалуйста Моя Мама Не Может Себя Прости Живет С такими Мыслями И Себя Постоянно Винит Ее Сын Очень Сильно Пил И Ее Избивал Но Она В один Вечер На полную Полную Луну Пронес Что Ты Сейчас Разверну Полностью Чтоб Ты Сдал Вскоре Он Умер Она Думает Что Ее Вина Так Ли Ну Грех Конечно В этом Есть Господь Говорит Молиться За врагов А тем Паче О Родном Сыне И Не Желать Смерти Грех Конечно В этом Есть В Зложелательстве Ну Я Думаю Что Господь Управил Так Как Нужно Было Это Для Одной Души И Другого А не По Просьбе Скажем Так Мамы Написано Не сотвори себе Кумира А вы Поклоняйтесь Иконам Как это Понимать Мы Поклоняемся Ни Дереву Ни Металлу Скажем Почитаем Первый Образ Который Изображен На Иконе Если Икона К примеру Выцвела И там Не Видно Образа То Для Нас Она В Духовом Плани Незначима Мы Если Уже Вообще Никакого Изображения Как бы Нету То Мы Сжигаем Это Этот Материал Скажем Так Может Быть Это Ткань И Другой Материал Может Быть И Не Побираем Весто Высыпаем Пепел Или В Речку Вот Поэтому Обличать Нас Во И Допоклонстве Это Абсурдно Хотя бы Возьмем Тот Момент Что Господь Заповел Моисею Создать Скинию Первый Храм Ветхозаветный И И Скинии Вспомните Святая Святых Был Ковчег Который Сверху Ковчега Были Два Ангела С Крыльями Это Признак Святости То есть Господь Сам Заповедал Изображать Вот Такого Рода Святыни И Это Место Было Свято Спасибо За Ответ Еще Один Вопрос Четверо Дети Младшая Дочка Сейчас Двенадцать Очень Верующая На каникулы Просит Монастырь Отвозить Отвозить Три года Подряд Утверждают Что там Она Дома Это Сейчас Разверну Посмотрю Это Призвание Божие Или Впечатление Девочки Не совсем Готовы Что дочь Будет Монахиней Ну Скажем так Будет Не будет Я думаю Тут промыслен Но Даже Если она Захочет В этом Страшного Плохого Ничего Нет Это будет Великая Дума Если бы Исподобие Молитвенница О Всей Вашей Семье Привет Брат И вам Привет Идея Библии Написана От Троицы Адам Пишет Пожалуйста В конце Открываем Евангелие От Матфея Последняя Глава Последний Стив Идите Научите Господь Возносясь Небеса Говорит Все народы Во имя Отца И Сына Стогодуха Там Много Места Где Троица Писана Так Дальше Так Если Батюшка Одетый Дома В Подряснике Что Является Циком Деянием А В Храме В Рясе То Можно Ли Считать Что Он Круглосуточно Находится При Исполнении Своей Долго Ну Вы Знаете Тут Как Врач Если Допустим Моя Соседка Медсестра И допустим И нужна Ее помощь То Я позову Хоть она В больнице Хоть она Дома Она Все равно Медсестра Так и Батюшка Он Хоть В штатском Хоть не В штатском Все равно Стоит собачка Другое Дело Что Вот Даже Святая Матронушка Она Разделяла Что Когда Священник Входит в храм Он Как Агнец Выходит С храма Допустим Если Это Не совсем Властивый Батюшка То Уже В любом случае Суть нам Нельзя Священников Потому что Не суди Не судиваешь Нужно В первую очередь Оценивать Свою Жизнь Сказал Когда Будет Дудный День Господь Сокрыл Этот момент Чтобы Мы Не жили В Анархии За день До кретин Предложили Стать Крест Но Что делать Если Смучаетесь Можно Отказаться Если Вы С полной Ответственностью Готовы Принять Но За день Конечно Лучше Не делать Этого И беседу Со священником Пройти Сейчас Везде Властительные Беседы При крещении Мы проводим Чтобы Поговорить Обязательно Нужен Один Как Реально Сын Сын Чернее Крест От Пота Говорит Анна Помолитесь Об Сын Слава Храни Вас Господи Под Крепье Господи Да Бывает Потоки Слеет По-разному Дрение Славя Ведь Православ Терекатуры Не знали Реформ Патриархи Никона Прошел Цирку Расков Старе Обряд Съем Все Кто Терекатуры Как Рай Скажем Такой Все Православные Любое Дело Чтобы Мы В Единообразии Были И Ждем Ихолон Русской Православной Церкви Ребирация Батюшка В церкви Пособоровалась Правильно Я Сделала Ведь Соборов Спасибо За Ответ Соборов Только Детей То есть Потому что В этом Таинстве Мы Просим О Здравии Душевного И Прощения Грехов А Семьлетнего Вода Дети Не Сникают Со Своих Грехах Так Завет Ответил Ответил Скажите Пожалуйста Если Правая Рука Плохо Работ Можно Креститься Левой Можно Да Только Так Справа Налево Так Помолитесь О Нас Крепи Господи Вы В РПЦ Относите К РПЦ Относите Или Свободные Художники Да Священник Русской Православной Церкви Наш Скажем Корч Это Святейший Патриарх Кирилл Здравствуйте У меня Умер Брат Он Не кричит Можно Молиться За Его Мучнику Ару Молиться О Некрещеных Батюка После Сожжения Кур Что Состек Оно Негит Бывает Конечно Десай Где Я Служил На Секле Отобразился Отпечаток Иконы Как Киевское Чудо Видели Но Если Никакого Изображения Отпечатка Нет Ну Что Использовать Или На Другую Икону Застеклить Или Это Материал Для Нас Стекло Не Свято Поэтому Еще Раз Подчеркиваю Что Мы Не Допоклонники Стекло И Стекло Так Бог Знает За Каждого Человека Как Проживет Как Нагрешит Как Умрет И так Далее Как Нам Тогда Делать Выбор Подождите В православии Нет Предопределения Господь Дает Свободу Выбора Знаете Вот Можно Как Символист Пример Прести Мама Собрала Своего Ребенка В школу Допустим Там Ну Уже Подростка 14 лет Она Она Он Же Может Не Пойти В школу Прогулять К примеру Это Свобода Его Выбора Так И Господь Нам Дал Жизнь И Говорит Вот Символично Да Вот Идя в школу Ты спасешь Душу То есть В храм Каясь Но мы можем Пойти Или не пойти В храм А пойти Допустим В кабак И там Нагрешить Поэтому Ни в коем Случае Господь Нас Не лишает Свободы Выбора Знает В том В том Или Иной Ситуации Если Мы Будем Идти Этим Путем Что Нас Ждет Конечно Но Если Было Христе Со Христом Конечно Прям Как Господу Поэтому Пределения Нет Такого Понятия У нас В Проводной Церкви Как Вы Относитесь Алексею Иосифову Мне Очень Нравится Его Передача Высказывания Когда Рождается Ребенок Он Рождается С душой Или Она Вселяется После Рождения Как Только Соединились Клеточки В Имама То Начинается Развиваться Эмбрион А Как Мы С Вами Понимаем Ничего Живого Без Души Нет Поэтому У Ребеночка Сразу Появляется Душа Когда Он Рождается Дается Ангел Хранитель При Крещении Дается Второй Как Духовное Рождение Ну И К Сожалению И Стоит Лукавый Рядом Записывает Наши Грехи Здрасте Батюшка Благословите Если Человек Не В Себе И Не Может Пост Держать Как Тут Быть Грех Лето Нужно Конечно Уточниться Что Значит Не Психически Больной То Он Не Сможет Этого Подвига Ведь Пост Это Подвиг Для Души Ну По Силам И Стараниям Нужно Конечно Эти Плоды Принести К Господу А Грех И Не Грех Опять Вы Сами Озвучили Что Он Немощный Человек И Не Может Держать Пост Так Какой Вы Церкви Я Настоятель Храма Новомучника Исповедников Церкви Русской Станицы Ленинградской Краснодарского Края Васька Откажите Как Обрести Счастье Можно Как-то На вас Выйти Индивидуально Да Пожалуйста Личку В инстаграме В инстаграме Тоже есть Ватсапе Можно Будет Тоже Написать У нас В рамках Проекта Батюшка Онлайн Вы Видели Что Мы Даем Номера Чтобы Смс Или Ватсапе Мы Могли С вами Пообщаться В том Числе Вот Счастье Давайте Вообще Определимся Что Такое Счастье Мне Очень Нравится Такая Вот Логика Что Счастье Это Счастье Кого Или Чего Либо Допустим Счастье Бога Счастье Супруги Счастье Деточек Это Это Одно Счастье Есть Конечно Другие Люди Которые Счастье У кого Много Денег У кого Машины Яхты Но Все Это Временно И Бредно Поэтому В первую Чуть Мы Должны Быть Счастье Бога Тогда У нас Получается И Радость На пол Нашей Души Вот Вам Счастье Где Бог Там Радость А где Пустота Там Несчастье Как Вы Относитесь К Рок Музыке К Классику И Пение Невозможно Не Слушать Я Как Отношусь К Музы Очень Ровно Скажем Так Если Это Тяжелый Рок Я Вообще Не Воспринимаю А Если Это Есть Некоторые Исполнители Некоторые Скажем Так Композиции Которые Вообще Приятно Послушать Есть Такие Рок Музыканты Даже Православную Музыку Исполняет А Классика Ну Классика Пение Церна Это Конечно Ну Разному Ого Тут Много Не Ответил У меня Тут Почему-то Все-таки Какие-то Сбои Понемногу Происходят Так Сейчас Будет Чуть Чуть Терпения Так В нашей Станице Ленинградской Де церкви Нашей Нашей Нет Не знаю У нас Три храма Станице Ленинградской Великомучика Церкви Патерима На Трех Святителей И Новомучика Исподинговой Церкви Русской Три храма Так Сейчас я Пролистаю Немножечко Прошу Терпения Ваишка Здравствуйте Иконы Святые Богородицы Слева Божию Справа Почему Иконы Ставят Ну вообще Давайте скажем Вот хотя бы Мы когда Мы смотрим На иконостас В храме То мы С правой стороны Видим Икону Спасителя Слева Божьей Матери По двум Сторонам От царских Врат Эти иконы Называются Местные Почему Потому что Они всегда Находятся На одних Те же Местах Во всех Храмах То есть Недвижимые Иконы Что они Дают Какую нам Подсказку Вообще Правильно Мужчина Стоят С правой Стороны И в домах Как пожизненная Верность Супругу А женщины Стоят С левой То есть Девицы Девочки Это вот такой Этикет Православный Ну кто Не сдал Рад Что теперь Вы знаете Телевидие Интернет Это от Господа Или от Лукава Это как Нож Множом Можно убить А множом Можно кусок Хлеба Отрезать И сделать Доброе дело Милосердие Накормить Нуждающегося Поэтому Я думаю Это определенный Ресурс Которого Можно Использовать В благо Так Секундочку У меня Немножко Тут опять Какие-то Сбои Доброе Грузия Да Доброе Слава Богу Господь Меня сподобил Как-то Полночку Поездку От Эпархии Я ездил В Грузию Мне очень Понравилось Очень добродушные Люди Встречали Хорошо Мы с ними Общались И Всегда Русских Ждут Как Жи Тогда Поясни Слова Библии Я Жизнь Твою Написал На Руце Твоей Понимаете Не все Места Библии Можно Понимать Просто Прямолинейно Очень Есть Глубокий Смысл В многих Изречениях И Для этого Нам Господь Подолил Святых Отцов Которые Дали нам Толкование На Священное Писание Поэтому Я думаю Тут Если мы Опять Возвращаемся К Предобреленности Я думаю Тут Нет Вопросов Есть ли От Лукава То Вы Кто Ну Хороший Вопрос Если бы Интернет Был От Лукава То Да Получается Служители Лукава К сожалению Хотя Мы Очень Много Грехов Делаем Этим Мы Не Радуем Господа Больше Радуем Лукава Поэтому Надо Каяться В грехах И Творить Больше Добродетелей Мы Порой Даже Не хотим Видеть Эти Добродетели Ну Давайте Еще Несколько Вопросов Наверное Будем Зрешать Наш Эфир 45 Минут Я думаю Уже Длительный Еще Один Два Вопроса И Я Вас Буду Благодарить За Уделенное Ваше Внимание Заранее Пока Вы Пишите Свои Вопросы Я прошу Прощения Что Были Технические Сбои Не мог На все Ответить Если Человек Выпил Вино Может Льв Читать Молитвы И Другие Я думаю По Серафисовску Все равно А если Он Вообще Выпьет То Лучше Не Дерзать Молитвы Мы Должны Благодарить Благодарить Еще Один Вопросик Так Ждем Благодарить За Ответы Вы Считаете Необходимо Ли в таком случае Декоммунизация В России Вы Считаете Необходимо Ли в таком случае Декоммунизация В России Знаете Я По другому Отвечу Все эпохи Наши Исторические Они Наверное Нужны были Где-то Господь Попускал Благодаря Тоже Самой Революцией Гонением На церковь Мы Получили Очень Много Мучеников Исповедников Царскую Семью Поэтому Я думаю Что Каждая эпоха Нужна Была И Плюсы Надо Извлечь Из каждой Потому Что Если Мы К сожалению Не все На ошибках То Мы Попьем Ну Благодарю Вас Сейчас Секундочку Еще Тут Один Вопрос Секундочку Секундочку Так Сейчас 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 Так Христик Зачем Вы Носите И Что Это Значит Это Моя Любовь К Страданиям Моего Христа И Господа Ису Христа Ну И Также Защита От Рак Видимых И Невидимых Так Ну Все Давайте Закругляться Я Прошу прощения Больше Отвечать Не буду На Другие Вопросы В конце Комментариев Я Добавлю Ссылки На Контакт Страничку Свою На Ютуб На Инстаграм Ну И Напишу Номер Ватсапа Куда Вы Сможете Писать Какие Свои Инивидуальные Личные Вопросы Господь Ангела Всем Хранителя Еще раз Поздравляю С Днем Памяти Преподобного Сергия Радость Чудотворца Игумена Милости Его Божьей Храни Господь С вами Был Священник Александр Мальцев Ангела Хранителя Всем Аминь Аминь